Добрый вечер уже, уважаемые коллеги. После прекрасных докладов о славном прошлом, очень интересном настоящем, меня попросили рассказать о наших мечтах на будущее. И эти мечты у нас связаны с созданием Национального центра физики и математики. Конечно, всегда приходится отвечать на вопрос, почему Росатом, почему Национальный центр физики и математики? Что вы закладываете в эти новые представления? Я отвечаю так, что у Росатома богатая история и демонстрация того, что наша атомная отрасль в сложнейших условиях смогла решить и продолжает решать очень важные проблемы для страны. И поскольку сейчас Росатом – это не только атомная энергетика и не только обеспечение нашего паритета, а это еще и многие-многие современные направления технологические, это и Северный морской путь, и новые материалы, и квантовые технологии, и критическая информационная инфраструктура, и много-много всего, то Росатом сейчас действительно решает задачу обеспечения технологического будущего нашей страны. Если раньше речь шла об обеспечении атомного паритета, то теперь задача, которая стоит перед нами – это обеспечение технологического паритета, а по-другому она называется обеспечение нашего технологического суверенитета. И поэтому Росатом действительно имеет право, имеет все возможности для того, чтобы работать широко, работать над созданием новых научных заделов и в каком-то смысле действительно поставить себя как такую крупнейшую научную организацию, которая в будущем, наподобие обеспечения ядерного паритета, в прошлом обеспечит в стране технологический паритет. И идея создания Национального центра физики и математики – это то, что мы должны посмотреть в будущее, увидеть, почувствовать, предположить те научные направления, конечно, в области физики и математики прежде всего, где нас ожидают, могут ожидать новые прорывы, создать научный центр, который работает на самом высоком мировом уровне, создает эти заделы и умеет эти заделы превращать в технологические разработки. Конечно, мы с вами понимаем, что просто так угадать, где будет открытие в науке невозможно, но с другой стороны у нас у всех есть интуиция, и многие могут сказать, да, я вот чувствую, что вот тут вот что-то назревает, что-то должно произойти, и мы действительно в нашей научной программе, которая сейчас начала функционировать, постарались в каком-то смысле предугадать те основные направления физики и математики, где нам ждать в ближайшие годы таких прорывов, новых научных заделов, тем, чтобы дальше это поставить на службу обеспечения нашего технологического аваритета. Я коротко расскажу о том, что представляет из себя научная программа. Расскажу о флагманских проектах, которые мы называем проекты «Мега-сайенс». Это как раз вот те три флажка, или лучше сказать флага, которые мы сейчас выбросили, понимая, что именно вот в этих направлениях сейчас ожидаются новые прорывные открытия. Конечно, эти флагманские проекты имеют довольно далекие горизонты, речь идет о 30-м годе, может быть, чуть позднее, но мы сейчас уже на пути продвижения к этой цели создания установок «Мега-сайенс», в начале работы над этими установками, начали создавать лаборатории, мы их назвали лабораториями «Меди-сайенс», которые не такие большие по размеру, не такие большие по финансированию, не такие длительные к созданию, но это те метки, по которым мы сейчас двинулись для того, чтобы выполнить наши флагманские проекты. Ну и, наконец, я коротко скажу о некоторых, на наш взгляд, очень интересных направлениях, где мы сейчас с помощью нашей кооперации Национального центра физики и математики уже видим возможности в самые ближайшие годы продемонстрировать такие новые технологические решения, как мы называем спин-оффные разработки для укрепления нашего технологического суверенитета. Несколько слов о научной программе. Научная программа включает в себя 10 направлений, эти направления представлены здесь, и, конечно, здесь, помимо того, что это наше общее видение, в каких направлениях нам надо двигаться, конечно, присутствует и совершенно понятный исторический и вкусовой момент, поскольку Национальный центр физики и математики создается рядом с Федеральным ядерным центром в НИЭФ. И поэтому мы базируемся в значительной степени и на тех установках, которые сейчас уже есть в этом центре. Вы видите, что справа есть перечень установок, которые по представлению правительства открыты для Национального центра физики и математики. Это установки как в НИЭФ, так и в НИЭТФ. Но это очень важно, что, понимая необходимость того, чтобы ученые с широкой географией могли работать в НЦФМ, эти установки сейчас могут быть использованы для всей кооперации науки. Научная программа начала работать НЦФМ всего два года от РУДУ, но мы сейчас собрали под знамена кооперации НЦФМ 55 научных институтов, как мы говорим, это РФИАЦ и ВНИЭФ, и 54 академических организации или университета, которые участвуют в выполнении работ по программе НЦФМ. Эта кооперация была создана довольно быстро, и мы видим, с каким интересом и желанием ученые из многих институтов, а вот мы посмотрели по выполненной программе прошлого года, это около двух тысяч научных сотрудников со всей страны, которые с удовольствием участвуют в выполнении программ Национального центра физики и математики. Мы говорим, что да, пока это работа в кооперации, работа на базе установок РФИАЦ и ВНИЭФ, но когда мы думаем о будущем, у нас перед глазами модель такой известной, всеми признаваемой организации, которая называется ЦЕРН. Что такое ЦЕРН? В ЦЕРНе работают на постоянной основе несколько тысяч сотрудников, но в кооперации ЦЕРН, в коллаборации во всем мире, приблизительно в 10 раз больше ученых. И такое взаимодействие, когда есть и центральное ядро, и кооперация, дает прекрасные результаты. Все страны стремятся участвовать в работах ЦЕРНа, государства вкладывают в общие финансы ЦЕРНа, и если посмотреть на те открытия, которые сделаны в последнее время, те планы, которые есть сейчас, можно сказать, что это действительно лидирующий научный центр мира, в котором очень правильно выстроен баланс интересов ядра и кооперации. Вот мы бы хотели, чтобы у нас к 2030 году на площадке Национального центра физики и математики был создан научный институт, в котором бы работало около 2000 сотрудников, и который бы активно взаимодействовал со всеми учеными нашей страны, которые заинтересованы в научной программе, и чтобы он был открыт для ученых всего мира для проведения совместных научных исследований. Вот это вот этап, первый период два года, мы назвали его этапом быстрого старта. Это был этап не только старта научной программы, был организован филиал МГУ «Саров». В этом году первые магистры, 46 человек, заканчивают магистратуру. Мы с интересом, с ожиданием, может быть, даже немного с тревогой, все-таки смотрим, какой выбор они сделают, останутся ли они на площадке НЦФМ или уйдут куда-то в другие места. Посмотрим. По крайней мере, мы все наши усилия прилагаем к тому, чтобы они остались работать в контуре НЦФМ, понимая, что когда мы говорим об институте в 2000 человек, конечно, мы не соберем такое количество ученых со всей страны, да и не надо это делать. Надо правильно поставить подготовку кадров у себя дома. И это МГУ «Саров». Если говорить о следующем этапе, который сейчас начался, это этап 23-25 года, мы говорим о том, что у нас уже на площадке НЦФМ мы создаем лаборатории, мы хотим в течение ближайших лет организовать институт, это такая институциализация НЦФМ. Ну и у нас есть сейчас средства, подтвержденные средства федерального бюджета и для научной программы на это время, и на строительство первых корпусов. И сейчас, помимо общежитий, помимо таунхаусов для аспирантов, для профессоров предварительского состава, начинается строительство первых двух крупных зданий, это центры коллективного пользования и центры конгрессов. Дальше будут построены первые научные корпуса, и таким образом мы пойдем дальше к решению нашей основной задачи, к созданию 30-го года центра мирового уровня и созданию флагманских установок Мегасайенс. Ну вот, я фактически назвал количество организаций, которые у нас с нами сотрудничают, средства. Росатом в научную программу вложил к сегодняшнему дню около 1,6 миллиарда рублей. В этом году средства федерального бюджета впервые появились в научной программе, это около 2,8 миллиарда рублей. И Росатом продолжит вложение средств через приобретение оборудования для наших лабораторий. Ну, поддержка со стороны Миноборнауки пока не очень большая, мы получили всего около 90 миллионов рублей на молодежные лаборатории. Все показатели выполнены, мы как научная организация должны отчитываться в том числе и статьями, но вот видите, результаты прошлого года это выполнение тех KPI, которые мы должны выполнять. Итак, флагманские проекты. Когда говорят о том, где же новая наука, где новые результаты, где новые открытия, конечно, прежде всего надо говорить и думать о том, что должны быть созданы установки с уникальными параметрами, которых нет ни у кого в мире, установки, в которых достигаются те значения физических параметров, которые до сих пор не достигнуты. Это может быть и энергия, энергия квантов, энергия электронов, позитронов ускоряемых, это может быть короткие длительности импульса, это могут быть большие значения полей, сильные или сверхсильные поля, и как это обычно бывает, всегда, когда появляются установки с такими новыми параметрами, вслед за этим идут и открытия. Три флагманских проекта Мегасайенс это создание фотонного суперкомпьютера зотофлопсного класса, лазера с гигантской мощностью, это экзоватный лазер, и это очень современный с высочайшей светимостью ускорительный комплекс электронов, который позволит нам исследовать структуру микромира с помощью новых диагностических средств в виде вторичных источников излучения. Здесь видно, что у нас есть и физика и математика, потому что центр физики и математики. А вот когда говорят, какие фронтиеры есть в математике, у нас, прежде всего, прикладная математика, то, конечно, здесь надо говорить о производительности вычислений. Современный уровень, в прошлом году был запущен суперкомпьютер с производительностью около одного экзофлопса, это произошло в Соединенных Штатах, в одной из национальных лабораторий в Окридже. Вот это вот есть некая мерка, с чем надо сравниваться. Задача НСФМ, нашей кооперации, заключается в том, чтобы создать компьютер с мощностью на несколько порядков более высокая. Мы говорим о зета-флопсах. Зета – это следующая приставка 1021-й. И просто так по традиционному пути увеличения, скажем, так скажем, скоросчетность электронно-высилительных машин здесь уже не приходится рассчитывать. Поэтому мы говорим о том, что на помощь электронам должны прийти фотоны. Фотоны – это частицы, с помощью которых можно обрабатывать, хранить, передавать информацию. Если правильным образом выстроить фотонные вычислители, то можно существенным образом ускорить вычислительные машины. Конечно, вряд ли это сразу будет фотонные машины, которые только на фотонах добиваются вот такой производительности. Наверное, это будет гетерогенная структура, где есть часть электронно-вычислительная, часть фотонно-вычислительная. Но, тем не менее, именно с гетерогенностью современных вычислительных систем связывают тот прогресс, который должен произойти в освоении следующих приставок по производительности вычислений. Экзоватный лазер имеет задачу продвинуть вперед рубежи мощности и интенсивности лазерного излучения на 3-4 порядка превысив то, что сейчас есть или планируется в мире. Ну и по существу поставить задачу в лаборатории получения вакууме вещества и антивещества создания абсолютно неизведанных состояний вещества, в которых есть и новая энергетика, новые свойства излучений и так далее. Электронная машина это ускоритель, который будет, как я уже сказал, обладать очень высокой светимостью и этот ускоритель позволит нам создать источники вторичных излучений, прежде всего источник гамма-квантов, который будет использован для того, чтобы изучать свойства ядерной материи. Это так называемая ядерная фотоника, направление совершенно новое и мы считаем, что владение таким диагностическим средством позволит нам существенным образом продвинуться вперед в изучении ядерной материи, в дальнейшем наверное и нуклонной материи и может быть это как раз тот фронтир, который поможет нам перейти к новым источникам энергии. Ну вот три таких направления, я коротко о них сказал и теперь я расскажу о том, как на пути к созданию таких установок Мегасайенс мы будем формировать лаборатории, оснащать их оборудованием, насыщать их кадрами, нарабатывать опыт с тем, чтобы уже на периоде 26-30-й год мы могли приступить к созданию таких лабораторий Мегасайенс. Лаборатории, о которых сейчас пойдет речь, мы называем их лабораторией Мегасайенс. Мегасайенс для того, чтобы показать, что это с одной стороны уровень действительно высокой науки, но с другой стороны по затратам и по времени это гораздо более быстрый путь. В этом году в рамках НСФМ планируется создать 7 лабораторий Мегасайенс. И вот на этом слайде показано, как эти лаборатории развивались, дальше приведут нас к тому, чтобы выполнять вот эти наши три флагманских проекта. Я перечислю название этих лабораторий. Лаборатория фотонных вычислительных устройств, задачей которой главной является то, чтобы освоить фотонную компонентную базу. Мы много в последнее время говорим об электронной компонентной базе, здесь мы говорим о фотонной компонентной базе. Лаборатория суперкомпьютерных двойников индустриальных объектов. О чем идет речь? Если у вас появляются компьютеры с производительностью экзофлопсного и зэтофлопсного класса, то программирование на этих компьютерах, тем более, что понятно, эти компьютеры будут с такой гетерогенной структурой, это высокое искусство. И если мы говорим о такой важнейшей задаче, как задача создания цифровых двойников, задача полного жизненного цикла изделий высокотехнологичных, то, конечно, владение новой производительностью требует новых подходов к созданию таких вот программ цифровых двойников. Лаборатория сверхсильных оптических полей, лаборатория, в которой мы постепенно продвигаясь вверх по тераватам, питаватам, будем создавать базу и технологическую, и ресурсную, и кадровую базу для того, чтобы дальше работать по экзоватному лазеру. Лаборатория ядерной фотоники. Ядерная фотоника новая наука, и понимать ее место, наверное, проще, если сравнить с такой наукой, которая называется атомной оптикой. Наука, которая появилась в 60-х годах, когда были сделаны лазеры. Лазеры это устройства, которые работают в оптическом диапазоне, ближнем инфракрасном, ближнем ультрафиолетовом, энергия кванта на уровне единиц электрон-вольт. И поэтому с помощью таких лазеров очень удобно изучать различные процессы, связанные с переходами в электронных оболочках атомов. Собственно, атомная оптика и родилась в ответ на создание лазеров. когда мы говорим о ядерной фотонике, это то, что мы готовим инструмент, который позволит нам изучать такие переходы в ядерной материи. Это переходы уже совсем другого уровня. Это переходы уровня единиц, десятков, может быть, даже сотен мегаэлектрон-вольт. Вот такие кванты света мы должны уметь делать. И они будут делаться в лаборатории ядерной фотоники. Лаборатории сильных магнитных полей. Мы хотим закрепить то лидерство, которое есть в нашей стране по созданию источников магнитного поля с очень высокой напряженностью. С 90-х годов рекорд принадлежит России. И речь идет о том, что мы имели установки с напряженностью магнитных полей в сотне Тесла. Эти установки очень важны, потому что многие современные материалы и структуры, прежде всего, для микроэлектроники, для сверхпроводящих, сверхпроводниковых технологий, они исследуются именно путем помещения новых разрабатываемых материалов в сильные магнитные поля. В сильных магнитных полях существенно меняется электронная энергетическая структура. Ее проще исследовать и оттуда делать выводы относительно свойств материалов. Этим будет заниматься лаборатория сильных магнитных полей. Лаборатория нейроморфного искусственного интеллекта. Мы с вами знаем, что если речь об искусственном интеллекте, то сегодня это на 99%. Софт это то, что мы с помощью наших обычных компьютеров умеем писать программы, которые мы обучаем по большим данным и потом пускаем их в перелопачивание огромного количества материала, который у нас каждый год во всех отраслях народного хозяйства и науки скапливается для того, чтобы получать новую информацию. Собственно, это и есть искусственный интеллект. В данном случае речь идет о физической реализации устройств, которые будут это делать. И речь идет о так называемом нейроморфном интеллекте, изучении того, каким образом мозг обрабатывает информацию и к воплощению аналогичных схем обработки информации на базе новых материалов. Когда природа-мать создавала человека, создавала мозг, у нее не было в распоряжении гетероструктур, новых магнитных материалов, и поэтому что есть, то есть. Скорость, с которой нервные импульсы бегают у нас в мозге, это скорость на уровне 10 в третий сантиметр в секунду. Если представить себе, что мы создадим тот же самый коннектом, но импульсы обрабатывающей информацией будут двигаться со скоростью света, мы с вами получим гигантское увеличение мощности вот такого искусственного интеллекта. Вот это есть направление нейроморфных технологий. Лаборатория моделирования астрофизических и геофизических явлений это лаборатория, которая позволит нам воссоздать процессы, которые идут в недрах звезд, планет, у нас в нашей атмосфере, и в частности позволит исследовать влияние экстремальных полей на свойства живых объектов. Вот это вот наши планы и мы действительно сейчас очень благодарны правительству Российской Федерации, которая поддерживает начиная с этого года из средств федерального бюджета научную программу и вам всем госкорпорациям, которые понимают, что нужно помогать внутренними ресурсами Росатома и создание таких лабораторий будет происходить в складчину. Но когда мы говорим о том, что у нас будут новые заделы, у нас там грандиозные планы, то мы часто в последнее время, особенно в последний год, слышим, что это все очень интересно, но пожалуйста, как только у вас появляются какие-то новые решения для обеспечения наших решений, наши технологические задачи, пожалуйста, уделяйте этому внимание, предлагайте, да и то, каким образом потом правительство будет относиться к НСФМ, будет зависеть от того, насколько полезным будут разработки НСФМ уже сейчас, в ближайшие годы. Это не означает, что мы в 30-м году построим установки Мегасайенс, будем развивать на них науку, потом с помощью этой науки будем предлагать новые технологии, так и будет. Но есть и другая потребность страны, раз вы собрали на своей площадке 2000 человек и 55 институтов, то давайте предлагайте те решения, которые есть уже сейчас. И таких решений действительно много, мы их разрабатываем и предлагаем к разработке вместе с различными интеграторами Коскорпорации, прежде всего с нашим подразделением РДС, которое создано в ядерно-оружейном комплексе. И это направление микроэлектроники, быстрого телекома и навигации, критично-информационных технологий, искусственного интеллекта, промышленных лазеров. Я в заключении очень коротко расскажу о паре примеров, которые показывают то, что то, чем мы занимаемся, это не только интересно перспективно, но это то, что может быть сейчас уже полезно. И начну с примера рентгеновского литографа, о нем очень много в последнее время говорят и в средствах массовой информации. Фактически речь идет о том, что среди разных подходов к созданию рентгеновского литографа, который необходим для того, чтобы в современном топологическом размере, а речь идет о нескольких десятках нанометров, сейчас уже о размерах меньше, чем 10 нанометров, уметь рисовать современные микросхемы, вам нужно рентгеновское излучение, потому что только излучение с маленькой длиной волны позволит рисовать такие структуры на фоторезисте. Источники рентгеновского излучения могут быть разными, но наиболее такой раскрученный источник, который используется сейчас в том числе и в лидирующей мировой компании, называется СМЛ, это источник на лазерно-плазменном взаимодействии. Излучение мощного лазера создает плазму, плазма в результате релаксационных процессов светит, и если найти подходящий лазерный источник, найти подходящую среду для такого воздействия, вы можете получить мощный источник рентгеновского излучения. Уважаемые коллеги, лазерно-плазменное взаимодействие, дающее рентген, это и есть, как мы все с вами понимаем, одна из основных профессий, которой Росатом занимался начиная с 50-х годов и до нашего времени. Поэтому, где, как, не в Росатоме воплотить вот эту схему. Это плазма, это рентгеновское излучение, это перенос рентгеновского излучения и создание таких источников, которые светят в рентгене, очень хорошо. Вот такой проект сейчас сформулирован, он будет делаться в кооперации институтов Росатома и академических институтов, и по нашим оценкам вполне возможно, что в течение пяти лет такой рентгеновский литограф у нас в стране может быть сделан. Следующий пример, он тоже связан с рентгеновским диапазоном, он тоже связан с коллаборацией институтов Росатома и академических институтов. В данном случае, наверное, прежде всего, надо сказать о кооперации институтом космических исследований и той связью, которая есть у задачи, за которую мы сейчас беремся в плане трансфера технологий, с теми выдающимися результатами, которые получены на космическом аппарате спектр РГ. Это космический аппарат, который запущен и уже три года работает в точке логранжа на расстоянии полтора миллиона километров от Земли, он получает информацию о рентгеновском излучении объектов с всего неба и за это время уже четыре раза сделал полный скан всего неба, получив информацию о миллионах новых источников, построив новую карту неба. мы считаем, что этот проект в основном российский, хотя там летают два телескопа, российский телескоп и немецкий телескоп. Немецкий, к сожалению, немцы год назад попросили нас выключить, и он пока не функционирует. Ну, надеемся, что он будет включен. И мы изучая излучение рентгеновских источников, увидели, что среди них есть рентгеновские пульсары, помимо того, что они ярко светят, они еще светят периодически, меняя свою светимость. Ну, это поскольку гигантские объекты, то стабильность их свечения, периодичность, она абсолютно. И эти рентгеновские пульсары могут быть использованы не только для построения местоположения в пространстве, но и для определения скорости движения, наподобие тому, как работает ГЛОНАСС. Сам Михайлович, я прошу прощения. Я завершаю. Сколько еще? Ну, две минуты. Разрешите. Таким образом, создается возможность создания некой альтернативной навигационной системы, которая не зависит от наличия очень точных часов на поверхности Земли, которые синхронизируют работу ГЛОНАССа или GPS-а, работают независимо от геополитической или какой-то другой ситуации, не подвержены никаким воздействиям. Конечно, исходно, когда обсуждалась возможность использования рентгеновских пульсаров для рентгеновской навигации, говорили о далеких полетах в космос, когда действительно наши здесь навигационные системы околоземные не работают, а это есть некая автономная система. Но в последний год-два очень активно заговорили о том, что такая навигация по рентгеновским пульсарам могла бы быть очень полезной в качестве альтернативы тем навигационным системам, которые сейчас есть на Земле. Вот это еще одно направление, по которому мы работаем. Опять мы видим, что есть кооперация институтов Росатома, институтов академических, есть очень интересные идеи. А площадка НСФМ работает как раз для того, чтобы собирать людей, чтобы вместе в рамках научной программы научного центра физики и математики генерировали идеи как для фундаментальной так и для прикладной науки, но и для тех приложений, которых мы сейчас видим очень и очень много. Уважаемые коллеги, спасибо большое за внимание. Я думаю, что наша задача НСФМ заключается в том, чтобы на площадке обменить как можно больше усилий и как можно больше интересов, в том числе и тех институтов Росатома, которые еще не присутствуют на этой площадке. И поэтому мы были бы очень рады, если бы вы действительно обратили внимание на то, что делается по программе НСФМ. И мы с удовольствием вас в эту программу вовлечем, поскольку считаем, что Национальный Центр Физики и Математики это прекрасное место, на котором вся госкорпорация Росатом должна продемонстрировать, что это действительно та, а может быть единственная структура научная в стране, которая может реализовать этот замечательный научный центр мирового уровня. Спасибо. Спасибо, Александр Михайлович.